итак всем привет собственно сегодня мы поговорим не попала в руки вот такая вот немецкая каска bundesfer почему немецкая потому что у меня была такая же и по подвесу я ее собственно опознал здесь нету никаких надписей и кас как а есть есть вон какая-то там к к и номер собственно каска приехала к нам с фронта и была прострелена в нескольких местах наверняка экспериментально пробьет не пробьет ну собственно я тоже этим болел когда только получил ружье сразу же обстрелял и русские каски и американские вот все вдрызг вот и сказать что каска держит что-то серьезное я не могу но сейчас кое-что разберем собственно на валбересе озоне частенько появляется вот такая каска написано что там на на поле амидным творонский в ларом там и прочее на самом деле обычный галимый пластик если она вот такая тонкая подвес конечно красивый обычная тонкая пластмасса которая у вас лопнет при падении то есть у меня от каски уже отваливаются детали обычно такие каски пределах полторы тысячи рублей продаются написано там одно даже на картинке изображена вот такая вот толстая каска что вы могли сравнить но когда вы открываете пакет и там внутри вот такая тоненькая знаете что вас обманули и с ними я вообще не свечу не советую связываться как вообще даже с плане альпинистского подготовки собственно что сказка интересного здесь есть амортизатор рывка подвес вот такой пресс называется да нажатие отстегивания поддержка затылка очень хороший регулятор по непосредственно размещению головы то есть вверх-низ вентиляция амортизаторы мне очень нравилось единственное что каска у меня была треснутая вот то есть когда я ее покупал здесь мы видим серию попаданий на выбор на вылет вот мы видим тоненький заход калибра 545 даже не знаю как и пробитие то есть вот по траектории и сюда и как-то еще под каску зашло вот здесь край вырвало вообще края вот на чем мы говорили вы можете видеть что это аромит вот вопросу о том что горит он или нет сейчас покажу то есть он обгорает и рассыпается края очень опасны потому что здесь самое слабое место для пробития то есть вы видите если бы это было на человеке ему бы зашло по затылок здесь вырвало несколько слоев и пуля ушла дальше вот еще заход один точнее выход вы видите надулся кевлар отошел расслоился что касается таких же касок стальных то есть сталь два-три миллиметра как вы видите шикарно пробивается вот с такими осколками если например здесь пуля пройдет как-то по касательный разорвет кевлар то вот эти лохмотья вас не повредят каска отстегнется от подбородка благодаря амортизатору специальному а вот если это было бы стальная каска то осколки стали бы разорвали вам голову бы на будущее вот такие панели они где-то на толщину один сантиметр по периметру они не имеют керамики то есть еще тоньше получается пластина и попадание в край чревато пробитием обратимся к истории вот у нас два представителя тоже времен второй мировой войны стальной наш шлем обожженный и немецкий который получил серию попаданий рассчитано на то что какой-то осколок сверху или сбоку идет в рикошет то есть ударяясь вот так он уходит но если идет фронтальное попадание у нас здесь вы видите дырочки с вмятинами вот острых осколков в район головы то есть это как раз еще не голова это около шеи ну вот и если бы это было бы кевларовая каска то может быть человек бы просто испугался и получил бы шок но здесь друзья вот скорее всего была стопроцентная смерть попадание сразу развертыванием головы с обдиранием металлическими краями то есть вот они загнуты вы видите и что касается еще интересной фишки которые вот здесь нету каска кстати по моему год пролежала потому что я от глины отмывал это уже археологические раскопки новой войны привезли для музея защита шеи вы ее можете сделать сами то есть с учетом что здесь где-то около 20 листов вот тут у нас в районе по моем даже 40 листов аромида вы можете вырезать его специальный чехольчик шить и на затылок закрепить вот сюда чтобы под шеей практически вот небольшой участок был прикрыт более у человека есть особенность опускать голову к подбородку при испуге при обстреле открывая затылок шеи с артериями и мелкие даже осколки они могут пробить вот вы видите край и собственно кевлар ставится сюда защитить от попадания ну теперь очень интересный давно я мечтал о такой каске именно пробитый чтобы показывать показывать как она выглядит что такое кевлар добавок еще и каска немецкая с фронта собственно пойдет к нам музей для экспозиции